Власти Ненецкого округа прогнозируют рост валового регионального продукта на ближайшие три года. Объем ВРП является основным показателем, характеризующим развитие экономики субъекта. Ненецкий округ в течение ряда лет занимает лидирующую позицию по объему валового регионального продукта на душу населения. И власти округа прогнозируют его рост как минимум до 2019 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Экономика Ненецкого округа носит монопрофильный характер. Основной прирост валового регионального продукта обеспечивает добыча нефти. В условиях низких цен на углеводороды, снижение объема инвестиций в основной капитал, инфляции и спада потребительского спроса, динамика роста ВРП по отношению к предыдущему году замедлится, но сохранит свой положительный тренд. Так, по предварительным данным, объем произведенного ВРП автономного округа в 2015 году составил до 98,4 миллиарда рублей, прирост сопоставимых ценах к уровню 2014-го – 6,7%. Регнозируемый период динамика объема ВРП в сопоставимых ценах сохранит свой положительный тренд. При этом прирост валового объема будет увеличиваться в среднем около 5% в год. По словам Татьяны Лагвиненко, планируется наращивание добычи на месторождении имени Трэпса, ввод в промышленную эксплуатацию месторождений имени Титова и некоторых других месторождений. Это приведет к незначительному приросту объемов добычи нефтепродуктов на 3-6% по сравнению с предыдущим периодом. Так, в текущем году объем добычи составит 16 миллионов тонн, в 2017-2019 годах – 18 миллионов тонн. Кроме того, прогнозируется незначительный рост численности занятых в экономике региона – до 33,5 тысяч человек. Он обусловлен реализацией имеющихся инвестиционных проектов по геологическому изучению недр, разведке, обустройству и добыче углеводородного сырья. Для снижения уровня безработицы в округе планируется учесть опыт других регионов в сфере подготовки кадров для работы на территории субъекта. Впрочем, эта работа проводится уже сейчас. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Нейнского округа Игорь Кошин. Ну и ту работу, которую мы сейчас проводим, пытаясь не просто получить рабочие места и вакансии у компаний-недропользователей, а еще и готовить наших уже ребят, чтобы изначально, после окончания ПТУ, они уже выходили работать в Тундру, пройдя определенную практику. И хочу сказать, что с двумя компаниями у нас уже соглашения подписаны. Двигаемся дальше в этом направлении. Потому что у нас получается, мы имеем огромные инвестиции в территорию округа, но ни компании, зарегистрированные на территории округа, ни наши местные структуры, ни жители округа практически не работают ни в нефтянке, ни в компаниях, которые являются подрядчиками, субподрядчиками этих компаний-недропользователей. Кроме того, в регионе принимаются меры по развитию малого и среднего предпринимательства с созданием дополнительных рабочих мест на селе. Напомню, все эти данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития Нейнского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Его одобрили на заседании администрации округа.